С дозволения Всевышнего Аллаха, продолжаем чтение книги Единобожьей. Мы остановились с вами на пятой главе и дошли с вами до аята. Первый аят, который шейх Мухаммад ибн Абдул-Ахаб привел как довод для главы. То есть голова у нас называется как глава призывок «Ла Илляхи Илля Аллах». Говорит шейх «Ва кавлю Аллахи Та'аля и слова Всевышнего Аллаха Субханаху Та'аля «Скажи, таков мой путь, я призываю к Аллаху на основе знаний». То есть я и те, кто со мной на основе знаний призываем к Аллаху Субханаху Та'аля и я не являюсь в числа многобожников. Говорит шейх Фаузан, этот аят в конце суры Юсуф приходит. То есть Всевышний Аллах Субханаху Та'аля повелел Мухаммаду Алейхи Салату Ва Салам, чтобы он объявил людям и сказал о том, что его путь таков, и путь тех, кто последовал за ним, таков, как говорится в этом аяте. То есть что это за путь? Это призыв ко Всевышнему Аллаху Субханаху Та'аля на основе знаний. И поэтому здесь указание, что тот, кто не призывает к Аллаху Субханаху Та'аля на основе знаний, то такой на самом деле не следует пророку Алейхи Салату Ва Салам, даже если у него есть что-то из фикха, или же он какой-то знаток и так далее, или же заучил Куран. Ва Аллаху Субханаху Та'аля То есть скажи, о Мухаммад, это мой путь. Слово Сабиль в арабском языке означает то же, что и Та'аля. Также можно сюда завести слово Сырат и так далее. То есть путь, по которому кто-то следует. Адуу Илля Аллах. Я призываю к Аллаху Субханаху Та'аля. То есть к уединению Аллаха Субханаху Та'аля в поклонении, к оставлению того, чему поклоняться помимо него Субханаху Та'аля То есть и так же призыв к Аллаху сюда заходит. Призыв к Единобожию, хорошо, то есть предостережение от Ширка и призыв ко всему остальному шариату Всевышнего Аллаха Субханаху. То есть поэтому этот призыв бывает каким? То есть если мы призываем неверующих, то мы призываем их уверовать и принять Ислам. А те же, кто приписывают себя к Исламу и совершают какие-то грехи, то мы будем призывать их покаяться перед Аллахом Субханаху Та'аля, выполнять обязательные вещи и будем предостерегать их от Ширка. Также предостерегать их от греховного, запретного. Поэтому призыв, то есть не значит, когда мы слышим слово призыв, что мы призываем только неверующих. Нет. Даже мусульмане, которые попадают в какие-то грехи, запретные и так далее, они также нуждаются в том, чтобы их призывали. То есть призывать их к тому, чтобы они покаялись. Начали выполнять обязательства, оставлять все запретное. То есть призыв, он общий. Призываем мы абсолютно всех. То есть призыв бывает к познанию единобожия и познанию того, что противоречит этому, то есть единобожу. Хорошо. Более того, можно сюда добавить, что даже единобожников мы призываем к чему? К единобожу. И даже единобожников, которые не совершают чирп, мы предостерегаем от чего? От чирка. Какой на это довод? Три аята. Я его ледина аману. А, давайте. Валятаму тунна илля вантум мусульмун. Дальше. Нет. Это уже другой аят. Потом яганнасу оттаку раббакум ладзи халакакум мин нафсе вахида в халакамин хазавжиха вабетса миннума ржален катирого нисаа ваттаку Аллахи ладзи тасаалу набихи валархам инна Аллаха кана алейкум ракива. И следующий аят. Иттаку Аллах. Я его ледина аману оттаку Аллаха вакулу кавлин садиды и услула алейкум амаликум и ягфир лакум дунумакум умайюта Аллаха урасула фа кадфаза фаузан азима аммаба. Там, где здесь довод на то, что единобожникам мы призываем их к единобожию? Да. У те, которые уверовали. Иттаку Аллах. Бойтесь Аллах. То есть описал их верой и сказал затем. Более того, у нас есть еще явнее аят. Еще явнее аят. Это слова Всевышнего Аллах. Субхану Аталия. О, пророк, бойся Аллаха. Ла, иллах, иллах. Пророк, не боится Аллаха. О, пророк, бойся Аллаха. Хорошо, что даже такой, как пророк и посланник, алейси салату ассалам, также нуждается в том, чтобы его хорошо ему напоминали. И у нас было то же самое в хадисе. Муса. Кулия Муса, ла, иллах, иллах. Так же, то есть скажи, о, Муса, ла, иллах, иллах. Также Аллах, Субхану Аталия, говорит, «Яйюхал-лядина, аману, амину». О, те, которые уверовали, веруйте. Хорошо, то есть поэтому даже верующие, им нужно напоминать о вере. Даже единобожники, нужно им, хорошо, то есть напоминать о единобожии. Если человек не совершает ширка, мы все равно будем предостерегать его от ширка. Где довод? Хороший довод, но где он? Где хорошо? Откуда мы берем довод? А, какой довод? Правильно, правильный довод. Илла-лядина, сказал о них Аллах, Субхану Аталия, что все люди в убытке, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, и тавасово пришло, заповедовали друг другу. То есть кто заповедовал друг другу? Те, кто уверовали и совершали праведные деяния. Друг другу заповедовали истину. Истина что такое? «Ля Иллах, Иллах. Религия Аллаха, Субхана Аталия. Вот Аллах, Субхану Аталия." Хорошо. Заково Хаимом. «Од'уу илля Аллах». Говорит дальше Всевышний Аллах, Субхану Аталия. «Од'уу илля Аллах. Призываю я к Аллаху. Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знаний. Шейх Мухаммад ибн Эбдул-Агаб в Масаэль сказал то есть в этом аяте указание на искренность. Потому что есть многие люди, которые призывают на самом деле к своим личностям, к себе призывают. Но он не призывает ко Всевышнему Аллаху, чтобы люди уверовали, хорошо совершали правильные деяния и так далее. А всего лишь набирает себе последователь, просим Всевышнего Аллаха отдалить нас от подобных заблуждений. И такие люди бывают, которые призывают к Аллаху, хорошо, то есть дают какие-то лекции, уроки, хутбы и так далее. Но всем этим он желает, чтобы люди узнали, каков он, что вот у него есть знание, я же что-то знаю, давайте людям покажем это. Хочет он, чтобы у него было положение среди людей. Если желает он именно этого, то таков не призывает ко Всевышнему Аллаху. Просим Всевышнего Аллаха укрепить нас на искренности в призыве ему, к нему точнее. То есть таков, который желает этим, что себя выявить среди людей, таков призывает на самом деле к себе, а не к Аллаху. Хорошо, то есть и человек, который в принципе оставляет призыв, такой человек оставляет великое обязательство. Поэтому человек, который оставляет да'ва, оставляет великое обязательство. Человек, который не искренен в своем да'вате, в призыве, хорошо таков, совершает страшный грех. То есть обязательно. Человек должен призывать и в своем призыве быть искренним. То есть и поэтому человек должен своим да'ватом, своим призывом преследовать какую цель? Чтобы выстаивались законы Всевышнего Аллаха, шариат его. И также он должен желать людям прямого пути, и также принести пользу людям. И неважно, будут они тебя хвалить, или же они будут тебя порицать за это. И среди людей есть такие, просим Всевышнего Аллаха, уберечь нас от подобного, которых, если ты не будешь поддерживать, если ты не будешь их хвалить, они оставляют призыв к Аллаху. В этом довод на то, что человек не призывает к Аллаху. То есть такой призывает к самому себе. Поэтому человек пусть обратит на это внимание, мусульманин, хорошо, то есть и пусть то, что сподвигает его на призыв, это должна быть, то есть что? Искренность перед Аллахом, Субханава Таальву, он оф у нас, и желание помощи людям. Желание спасти их от ширка, а также от нововведения, а также от всего запретного. Чтобы, то есть, желать для человека, чтобы он хорошо совершал те обязательства, которыми обязал их Всевышний Аллах, Субханава Таальву. И это очень важно. Хорошо, то есть много, большое количество людей, толпы вокруг человека какого-то, ни в коем случае не указывает на его достоинство, что он какой-то великий. То есть, мы знаем, что некоторые люди, хорошо, точнее, некоторые из пророков, за ними последовали малое количество людей. Как пришло в хадисе, который мы брали, хорошо, то есть не так давно, что пророк, с которым не более 10 человек, видел пророка, с которым 1-2 человека, видел пророка, за которым, в принципе, никто не последовал, Аллаху Мустаану. Разве этот хадис, или же это указывает на то, что в этих пророках не было бараката, что они были какие-то недостойные, плохие и так далее? Нет, наоборот, те, кто не последовали, или же их народ был настолько плохим, хорошо скверным народом, что они не последовали на призыв истины, или же призывы истины. То есть это, братья, не говорит об этом ни в коем случае. Поэтому человек не должен смотреть на то, сколько приходит к нему на урок, или же к кому-то и так далее. У кого-то 2-3 человека, у кого-то 30 человек, у другого 300 человек. Хорошо, то есть разница между ними абсолютно никакой, если они все втроем призывают ко Всевышнему Аллаху. Хорошо. А если же тот, у кого 300 тысяч и так далее, человек приходит к нему на уроки и так далее, ну этот человек заблудший и заблуждающий, никакой пользы этому нет, хорошо, то есть и вокруг себя он собрал всего лишь стадо овец, хорошо. И то с овцами таких людей тоже трудно сравнивать, альхамдуля, овцы единобожники, альхамдуля. Томан. Поэтому посланник, алейхиссалату ассалам, сказал, и этот хадис придет с нами, хорошо, то есть в этой книге. У вас хумри написано, да? Хумри должно быть. Хумри. То есть если Всевышний Аллах, субхану ау-та'але, сделает тебя причиной тому, что, то есть хотя бы один человек пошел по прямому пути, хорошо, это будет лучше для тебя, чем самые-самые дорогие, дорогое имущество, лучшее имущество. Томан. У вас в издательстве хумр или хумр? Хумр, да? Правильно. Хумр должно быть. Потому что это джем этого, исм тафдиль или же лаун. Исм тафдиль афдаль или же афаль, его джем будет фууль. Томан. То есть поэтому, братья, вот этот вопрос очень важный. Вопрос призыва, чтобы человек призывал. Некоторые люди говорят, хорошо, там, вам буду призывать. И ищут только хорошо, то есть каких-то, то есть чистеньких, уважаемых там и так далее и тому подобное. То есть грубо говоря, если взять арабские страны, призывают хорошо кого, то есть таких людей, которые в мечети ходят, чистенькие, на работу и так далее. А когда вокруг люди с Индии, из Пакистана, работяги, хорошо, то есть на них зачем время тратить, хорошо, то есть у них столько ошибок, хорошо, то есть если ты собираешься их обучать, бисмилляд, жзакаллахэрэрэн, оставляют, как будто бы, ладно, то есть что мы сделаем, какая от них польза, хорошо говорят. Аллаху Мусану, то есть в этом плане ни в коем случае человек не должен это смотреть, на положение того, да хоть дворника, хоть кого, хоть пастуха, иди, то есть если у тебя есть возможность, хорошо, призывать его к Аллаху, призови, откуда ты знаешь, быть может этот пастух покаяться, хорошо, встанет на прямой путь, путь уедет учиться и станет имамом, и все это будет, хорошо, то есть в твоей чаше весов. Шейх Салям Ат-Тауль рассказывает о том, что он как-то поехал в Америку, хорошо, и у него был, то есть в большой мечети одной, урок поединобожий. И говорит, и переводчик, хорошо, брат, который переводил ему, рассказывает свою историю. Он говорит, вот это место видишь, заметил, что оно не очень на мечеть похоже. Он говорит, да, говорит. Он говорит, это раньше был клуб, говорит, танцевали здесь. И я, говорит, был из числа тех, кто танцевал в этом клубе. То есть я приходил здесь, то есть на вечеринках, на дискотеках и так далее. А сейчас, говорит, Субханаллах, Аллах Субханаллах так поменял, что выкупили эту землю, выкупили этот клуб, после того, как он обанкротился, аль-хамдул-Ллах. И говорит, и я, говорит, здесь единобожие людей нашел. И рассказывает о том, как он принял ислам. Говорит, я, говорит, что-то там случилось, я сел в тюрьму, говорит. И меня, говорит, обычный человек, просто обычный мусульман, призвал, говорит, я уверовал и уехал в Египет, начал учиться и так далее. Вот я приехал. Он, говорит, до сих пор в тюрьме, говорит, и он до сих пор как был. То есть обычный мусульман, рядовой мусульман. То есть, Субханаллах, ты не знаешь. Ты не знаешь, ты призовешь кого-нибудь, и потом он будет из числа тех, кто, Субханаллах, будет мечеть и собирать единобожие людей. То есть обучать людей единобожие. Хорошо. Поэтому это не значит, что человек должен быть какой-то, то есть у него должна быть работа, профессия, он, маша Аллах, то есть уже и так разбирается. Нет, абсолютно каждый, хорошо, то есть который ближе к тебе, то есть их и призываешь. Томан. Говорит, то есть как-то раз люди собрались вокруг Ибну Масуда, или же рядом с его дверью, дом от его, хорошо, то есть в то время, как он хотел выйти, то есть мечеть, помолиться. Когда он вышел и начал идти в сторону мечети, увидел их, что люди вокруг все, хорошо, то есть идут за ним, и сказал им, ирджиу, сказал, возвращайтесь, идите своим делам. Потому что это говорит, искушение для того, за кем вы следуете, хорошо, и тот, кто следует, унижает себя. То есть искушение для того, кто, хорошо, то есть за кем вы следуете, этот человек вышел, хорошо, даже пусть у него есть знания, и вокруг него толп, идет в мечеть толпа, обратно возвращается вокруг него толпа, и так далее, и тому подобное. Что этот человек будет думать о себе? То есть ничего хорошего также. И также в этом унижение для того, кто следует, хорошо, то есть почему ты следуешь? Здесь, Аллаху Али, много значений может быть, то есть в основе своей нет никаких проблем, что человек ставит себя в ранг ниже перед учеными, хорошо, когда ищет у них знания, и так далее, и тому подобное, в этом нет проблем. Но в полной версии этого хабара говорится о том, что он спросил, аля кумхаджа, то есть вы в чем-то нуждаетесь, хотите спросить у меня что-то? Они сказали, нет, просто мы хотим тебя сопровождать. И в этом также, то есть проблема в чем, то есть уподобляют они его правителям всяким, султанам, амирам, потому что кто со свитой своей ходит? Обычно они ходят так же. Ученому не подобает, и это неправильно. И ученый не должен этого желать. То есть также в этом указано скромность Ибн Масхуду, в то время как он имам из имамов, хорошо, не любит этого, не желает этого. То есть это человек, пусть он идет в мечеть, хорошо возвращается, никакой свитой охраны, ничего ему не нужно. У тебя есть вопрос, подойди спроси. Нет проблем. Но чтобы постоянно ждали его, сопровождали, возвращались и так далее, где бы он ни шел, постоянно с ним это неправильно. Аллаху Масхуду. Таамам. Всевышний Аллах, субхану Талли, говорит, «Ад'уу иля Аллахи аля басыра». То есть я призываю к Аллаху на основе знания. Аль басыра, то есть здесь в этом аяте значение «ильм». Бальги а'ля дараджат иль альм. Более того, то есть басыра – это самая великая степень знания. Басыра, говорят, то есть про великую степень знаний.